Всем привет, друзья, с вами Фауст, и мы будем сегодня играть наконец-таки в Diablo 2 Median XL, и это достаточно старый персонаж мой, 40 милишница, просто мне как бы, я соскучился, поэтому могу решил в него поиграть, да еще там на ютубе, подписан на одного человека, увидел, что он снял видео, я так посмотрел, немножко пустил слезу на страницу, логически решил все-таки еще раз сыграть, попробовать что-то сделать с 40 милишной, но как вы видите, я тогда застрял в третьем акте, а сейчас я повторю в четвертом акте, значит что сделать у меня получилось, я можно сказать в середине четвертого акта, вообще четвертый акт проходится быстрее всех, его можно вообще там за минуту 15 пройти, на самом деле. Я, кстати, немножко так посмотрел, постоял, заметил, как красиво у Тиреэля крылья извиваются, очень красивая анимация, я бы сказал, что это самая красивая анимация во всей игре, во всем Diablo 2. Огонь тут всегда красиво был нарисован, в общем, что я сделал с этой 40-й, я полностью дропнул ветку огня и вместо нее прокачал ветку молнии, потому что вот эта пассивка мне показалась очень полезной и очень хорошей. Ну еще меня некоторые подписчики мне советовали прокачать именно эту ветку, которые как бы смотрели мои видео и тоже прокачивали, но они прокачивали в основном молнию. Подумал, она дает много дефенса, вот 63% это дефенс с этой пассивкой, вот с этой пассивкой. Я не помню, сколько у меня было дефенса, когда я еще только начал изменять эту 40-ю. Еще 14% шанс вернуться от атаки, это тоже полезно, более чем, но это как и было максимальный запас хп, который может максимально до 30 дойти и просто увеличение дефенса цифрой. Это как бы считается дефенс общий, который потом умножается вот этим, вот этими процентами. То есть у меня пассивка дает больше, чем моя броня в итоге. Хотя броня у меня сейчас только пятого тира, потому что вот короче мой эквип на данный момент. Броня мне дает только 6 тысяч. Я, конечно, смотрел в документации, какой максимум можно там получить. И я думаю, мне нужно будет вот с этим что-то подделать. Я думаю, это сейчас дело, потому что тут не максимум урона. Тут урона может быть больше. Ну, как минимум, минимальный урон тут достаточно низкий, потому что он может быть выше. Как минимум, там, по-моему, 400 может быть. От этого как раз-таки падает мой наносимый урон. Ну, и без этого я все равно достаточно неплохо зачищаю локацию. Но пока что это всего лишь нахмейер, так что террор, если по этому моду говорить. Так, превращаем его в такой обычный. О, у меня тут как раз-таки есть масло. Правда, у меня кристаллов осталось не так что много. Здесь заролилось... В принципе, заролилось то же самое, поэтому... Сейчас опять мы возьмем какую-нибудь дешевую руну. Это лучше делать дешевую руну. Так, и... Теперь мне придется сейчас купить масло для ничем. Для ничем, 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 штучки, где я купил, пока что. В сундук. Ясно делал, что я сейчас, скорее всего, угробну дешевую. Посмотрим, как он будет умирать. По-моему, урон не изменяется. Но вообще должен. Семьсот. Ну, сейчас я запомнил, вот, 212 и 715. Если оно в следующий раз так же будет, то он не изменяется. Это очень странно. Потому что, например, вот эти перчатки я несколько раз ролил, чтобы получилось то, что мне нужно. Вот, именно в своем эквипе, кстати, я заменил перчатки. Раньше у меня хомерфиками были, ну, доблестными, перчатки. А сейчас сапоги. Потому что сапоги, билдей, не очень полезны были. Они мало чего давали. В принципе, только броню. А это дает урон с руки, шанс. Глассил нового, который подмораживает скорость атаки, но это не сильно полезно. Увеличенный дефенс. Это тоже не очень полезно, потому что дефенсы все равно мало. Всего 732. И стану так, что полезно. Тут тоже стану так, но я беру, потому что здесь есть достаточно большой урон огнем. Там защиты немало. Скорость передвижения и силу fire. Это тоже не такой небольшой, небольшая прибавка ДПС. Примилищный атаки, потому что если братья, другой путь, который такой черный, там при убийстве моба есть шанс сделать камнипад, что не очень полезно, потому что при убийстве мобов это не так полезно. Если там не 50%, как, например, у лука, то, что было моего друида, лук, который при убийстве создавал, ну, поджигал зиму. Если сейчас у лука будет, ну, у мяча будет такой же урон, то значит, оно, какой-то нет, урон другой. Но все равно урона может быть больше, насколько я понимаю. Ладно. Я, наверное, один как-нибудь потом зависть, или, может быть, сейчас все-таки еще раз попробую. Потому что он может быть больше, чем 200, насколько я помню. И пол-тиру мяч прокачивает полностью. Таким образом делаем. Теперь можно опять... Торестану и масло. На самом деле лучше не стало. Ворон стало чуть меньше. Ладно, пусть так... Пусть пока что так будет. Это, в принципе, не сильно важно. Хотя, вдруг повезет. Нужно попробовать еще несколько раз это сделать. Все-таки не хочется с таким маленьким уроном быть. Четыре раза попробуем. Потому что Диабол, в принципе, я его никогда не проходил. Милишным персонажем на Терроре еще хуже стало. По-моему, чем больше я реролил, тем хуже становится предмет. Но это логика медиана. У меня есть еще три попытки. Больше попыток я сделать не буду. Нужно еще один пристал. Еще хуже стало, по-моему. А, нет. Ну, ладно, пусть будет так. В принципе, не так важно. Чуть позже этим займусь. Более плотно. А теперь, я думаю, мы сейчас телепортнемся сюда. Немножко раньше. Мне надо посмотреть, что я сделал с этим. С этим я вкачал это на максимум. Это вкачал, насколько было возможно. Эту ветку я решил не прокачивать. Потому что фамильяр, конечно, более-менее полезный. Но к скиллам, ко всем скиллам. К кастерам все-таки более полезно. Милишнику это не настолько полезно. Ну и, конечно, элементарей вкачал на оставшиеся поинты. И насчет уберскиллов. Символ офф писсу. И бейнблейд. Очень странно, что я этот скилл не прокачивал. Может быть, прокачивал, но я как бы не помню, что я этот скилл прокачивал. Тут есть хронофилд, который у меня был у моего лучника, по-моему. Ну, там есть, в общем, предмет для гурида, который при получении урона делает хронофилд. Есть скилл вичблант, пассивка. После убийства дает... Ну, после убийства криповка, ну, мобов, хп отхиливается. И all elemental damages. Вольный баф в 90%. Live. 5%. Ну, когда меньше 90% хп, или больше 90% хп, вы увеличены на элементальный дамаг, но это для кастера, для кастера, всякого, там, молния, огонь. Я милишник, так что милишник, это просто можно. Вот, и если играешь в милишнику, то нужно качать именно бейнблейд. С этим мы разобрались. Эффект включения, конечно, прикольный, но звук, оно дает и скорость передвижения, и защиты. Защиты у меня больше 100. А если я призову элементалей, то защиты у меня станет еще больше, у меня станет 150 тысяч. И урон у меня, по-моему, 16к. Но, возможно, из-за того, что у меня меч сейчас хуже, чем был, то урона у меня стало поменьше. Так, ну и, в принципе, можно уже, ну, сначала мы отхилимся, и можно отправиться в окненную реку. Я тут почти не был. А, и я поменял шлем. Шлем я сделал уронное слово, я не парился, потому что у меня еще и силы не хватает, чтобы носить 6-го тира или даже сокрыт шлемы. Поэтому, в общем, я сделал уронное слово. Я даже с жерлами не парился, в общем, дает урон ядом небольшой, увеличение там защиты. Один ко всем скалами, главное 20% кастануть миазма. Ну, или атак. То есть, если мы посмотрим, что делает миазма, мы увидим, что она снижает дамаг у врагов, рейтинг атаки врагов и велосити. То есть, мы достаточно неплохой дебаф навешиваем на врагов. И прокает она достаточно часто. Что, в принципе, и замедляет врагов, из-за чего враги не могут убегать от нас. И попадают они не очень хорошо. Ну, еще есть шторм-блэйв. Ну, шторм-блэйв. А, плэйт-шторм-блэйв. Ну, у нас еще щит навешивает у нас... Убав, который повышает урон. Сейчас, как называется... А, плэйт-шторм-блэйв. А, плэйт-шторм-блэйв. В принципе, мы неплохо выживаем, пока я не мере против обычных мобов. Так. Единственная проблема... Ну, да, вот, 18к урона, чисто вот просто с руки. Учитывая, что на нас висит... ...блэдласт и бак от... ...от нашего скила, милишного. И хп у нас 6000, что неплохо. И портрас у нас скилл есть благодаря щиту и атаке, шанс вызвать башню. Это все очень полезно. Я не мог пройти дальше... Надо еще захватать, видеть. И иногда все-таки юзать хилки. Так. Я не мог пройти дальше... А, кстати, левелап. Ну, чтобы... Я думаю, стоит баф прокачать. Я не знаю, действует ли он сразу после того, как я его прокачал. По-моему, действует. То, что он у меня уже... ...не 150 тысяч, а 170 тысяч... ...защиты. И это учитывая, что у меня еще и не самый топовый шмот одет. Баф, ну, превращение, оно не только увеличивает защиту, но еще и дает небольшой фрич при атаке. Голосик увеличивает. Голосик увеличивает. У нас есть просто движение. Я здесь не был, я просто... ...мапхаком открыл себе карту. Я сам об этом забыл, поэтому думал, что я здесь уже был. Печально только то, что мне пока что не хватает... Так, нет, надо... ...откачать... ...поинты. Надо набрать 622, это я точно помню, чтобы обдрейтнуть доспех себе. Потому что это нужная вещь. Здесь у нас нету никого нужного нам. А вот здесь уже надо... ...отхиливаться. Прямо экстренно. Ну, у нас... ...у нас уже элементалей нету. Уже все сдохи. Это единственный минус, что элементали жить не хотят. Вот если бы они как-нибудь автоматически перекастывались... ...это было бы очень удобно. Там, при получении урона мной... Но это уже другая игра, более продуманная. Которую я, возможно, буду играть на своем канале. Ну так, где-то 18к урона. Конечно, не супер много. Ну, в принципе, достаточно. Так. Торговки больше нету. Ну, идем дальше. Очень удобно, что... ...наши персты наши быстрые. В принципе, тревозите это не так шире. Нет, достаточно... ...достаточно полезно. Не так шире и бесполезно. То есть, стоит не попахнуть. Стоит ворачиваться от одних камней, которые... ...червяки вот эти... ...файроблоды... ...выпускают. На что они могут даже ваншотнуть. Ну, или, по крайней мере, внести урон... ...пол-хп с этим и снят. Стоит все-таки найти их... ...и прибить, потому что... ...ааа! ...яааа! ...яаа! ...яаа! Так. И последний. Ну, вот. Напрягается, что... ...карайбеты поднимаю. Ну, вот, ясное дело, можно исправить... ...командой в чате. Не, ноу пикап. я не уверен правильный я пишу правильно писал теперь предметы я поднимать не буду просто мне каждую игру на лень написать вот что было бы полезно как это если бы механика я бы позволяла бы мне прокачать миазм у себя и чтобы предмет накладывал не миазм один из того уровня а миазм тот который у меня прокачан миазм того уровня который у меня прокачан при этом он бы накладывался с шансом который у меня в предмете я считаю что это оправданная вещь что так было бы лучше называется бежал в камне 1 мы можем выйти так будет проще то что умираем это не страшно это было чисто моя ошибка так ну была ошибка в том что я просто сбежал в толпу там два камня побежал конечно это смерть ничего удивительного мне сейчас стоит все таки найти путь к кузнецу вещи не поднимаются хорошо пусть кузнецу найти да все хорошо попробуйте что нибудь с ним сделать сколько сил у меня нужно вот эту вещь так 358 358 кстати одинаково силы нужно здесь слишком мало здесь 378 конец конец так стрите но силы мне нужно в основном сюда и сюда 358 значит я могу здесь силу здесь силу понизить до 400 примерно и мы можем уже опнуть броню вот эту я думаю это я быстренько сделаю сомневаюсь что она станет хуже хотя вообще вообще может я даже вытащу джавелы которые вставлены чтобы их не терять вот найти нужное масло я вообще достаточно давно не играл я там нового персонажа начал качать и вот с этим решил что нибудь изменить про нового персонажа которого качаю я скорее всего сделаю видео и я надеюсь что я ну так бы прав что тут нужно именно 522 декс 30 вон у меня 550 даже откуда то то я а нет там у меня больше на самом деле а 622 не в таком случае нужно больше декс 30 потому что я сниму я не буду с этим с этим пока что возиться потому что я сниму и потом не смогу одеть потому что броня дает 62 декс 30 я с этим разберусь попозже сейчас все таки надо попробовать разобраться с кстати стоит брать всякие перфект камни я надеюсь что тут не будет вот этих червей только черного цвета и которые при этом невидимые это достаточно неприятные враги здесь скорее всего тут вместо тех врагов в хелстоуне просто вот те червя невидимые они как назло не всегда активно атакуют но когда я начал записывать они вот прям каждую секунду начали атаковать вот им обязательно нужно было атаковать прям каждую секунду ну ладно в принципе сейчас я более менее неплохо убиваю и при этом выживаю у меня большая скорость атаки я очень часто призываю башни что насчет другого щита вот этот щит я им пользовался раньше он здесь стоит чтобы просто об этом сказать и здесь есть щит с ровным с ровным словом он убирает у меня ну я не делаю фортрас и бладласт вот зато вот тут пять процентов сделать карпитов спайдерс в сорок четвертом уровне то есть это должно быть ну защита становится меньше сейчас посмотрю на сколько где-то на двадцать тысяч в итоге но это интересно тем что это скилл сорок четвертого уровня правда активируется он не так часто в принципе скилл сорок четвертого уровня я думаю должен достаточно больно бить а вот эти фаерблады они все-таки здесь есть не люблю я этих гадов так не ну в принципе этот щит все равно полезнее как ни странно мне просто было интересно посмотреть на этот карпитов спайдерс вон там кузня я ее вижу я просто как-то зашел первый раз перед первой смертью и как-то не очень внимательно это все прошел даже не смотрел куда мне нужно в итоге как-то большие толпы нужно кого-то очень быстро убить стоит все-таки применяется блэдшторм несмотря на то что он жрет очень много ману так я думаю сейчас мне понадобится много все вон надо выпить скилку а баф на мне все еще есть я просто проверил так и надо постараться убить кузнеца раньше чем он меня убил потому что кузнец достаточно жесткий в ближнем бою и скорее всего я умру стоит создать портал и очиститься от всякой мелочи рядом чтобы она не мешала вся эта шва вот защита у меня много да так урон в принципе тоже неплохо по крайней мере на этом этапе может быть стоит сделать что-нибудь с мечом там румное слово более получше поставить есть я его скорее всего оставлю сюда да у меня как раз уже сюда один скилпоинт так ну пошли и бить у меня сейчас еще хилок с я нахилки лишними не бывает конечно жалко что я щит не могу опнуть до пятого пояс до пятого тира до шестого точнее чтобы было еще одна дополнительная ячейка для бутылок ладно где то там узнать он там где то я войти не могу туда он убивает всех моих суммонов и как мне войти туда там такие искры что жесть ну будем ждать пока суммоны убьют его наверное ну потому что я к нему войти не могу о так камешек вот видите селикены огненные вылетают которые от пояса зависят вот в принципе я его дамажик более-менее ну да там дамажик он много это что-то наподобие мясника только это гефаста ну так как мясник только он не в убере и его можно убивать но при этом сносит он по 3000 с ударов почти там по 2000 с ударом это больно сейчас сразу оденем кстати если героя не хватает силы а нет этот молодцы не требует мне было бы прикольно если бы он требовал вот вот файр сплэш планики на это как у лука у моего у старого лука моего друида у него была такая же штука так ставим камешек все теперь можно вот эту тварь убить где-то вот вот где все но это не так уж и важно тут квест не такой шире нужный мне приятно его пройти просто просто хочется его пройти бывает такое вот теперь просто смотрим на карту и идем в самую правую сторону по моему всегда там находится проход в сенчера там где нужно распечатать дьявола и убить его сейчас мы всех элементалей мы суммоним ну вот 18 тысяч как бы я уверен что ей можно сделать больше урона как минимум просто прокачивая дэкстритер ну или прокачивая что-нибудь на урон ну ладно сейчас уже нечего прокачивать вот я думаю на сто шестом уровне можно будет прокачать или на сто восьмом да на сто восьмом по моему можно будет прокачать новые скиллы вот можно использовать шторм ну а 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 и а а а его достаточно давно не было но если все-таки вы остались смотрите это видео то напишите в комментариях я прочитаю отвечу там просто чтобы знать остались люди которые смотрят медианы чтобы мне как-то поднимать стоит ли делать новое видео по медиану или нет но скорее всего будет но как скоро это будет уже зависит от того как много человек напишет в комментариях к этому видео я комментарии вообще всегда читаю мне комментарии не нужны как там накрутка видео было популярным и так далее просто многие ютуберы говорят там пишите комментарии чтобы уходить в топы и при этом комментарии вообще не читают но я не такой я комментарии все читаю все и всегда ну да в общем мы пришли надо прокачать я наверно буду так встретите качать все равно у меня есть плагин я могу сбрасывается в любой момент это полезно очень у меня иногда аж два раза подряд идет гласил много то что у меня еще и сама на сделают два салона правда данная хуже по урону вот это что-то отхилился немножко кстати в начале четвертого акта на второй сложности есть враги которые уменьшают характеристики до единички то есть сразу весь шмот снимается как бы одет но при этом его можно считать нет нету это очень опасно один раз умер потому что меня просто окружили и при этом у меня просто нету смотр сейчас стоит правительство потому что достаточно часто ломается меч его нужно чинить то что меч ломается это в принципе не так часто как у меня ломался ломался оружие у варвара с двойными топорами все равно достаточно часто то что мы наносим очень много атак очень быстро мы не снимем так поэтому оружие ломается тоже быстро в принципе это логично что это за крень а мы видимо ее призываем амулетом вот этого демона мы призываем вот этим амулетом ну и тим чаром проблем почти нет вообще со всем этим сапоги можно будет еще засунуть вот это уже конс это будет не лишним я думаю мы сейчас в диаболу грохну я на этом закончу теперь если я и буду делать видео то я конечно не будет там как проходил 40 и друидом там самого начала как я записывать не буду потому что зачем если я уже записываю начальные этапы теперь если просто буду показывать сам билд который я сделал там или какие-то уберы которые кстати стоит начать проходить скорее всего я это буду делать друидом который у меня уже прокачан до 120 уровня опасно потому что у меня суммуны умерли без суммунов жизнь хуже идет тут еще и элита элитные монстры недостаточно так заполняем пустые клетки лишних хилок не будет эта хилка пусть здесь лежит теперь теперь будем распечатывать дьявола будем упс я две хилки случайно ее знал потому что там камни эти летят они как бешеные эти камни вот еще один на элементале у меня уже опять не вот так в принципе неплохо это троли достаточно больно бьют потому что у них бах вот 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 кстати я так живу раз очень долго потому что не снижаю курсе но точность в общем не помню как оно тут написано точно возможно оно так и написано я гляну чтобы убедиться а атак рейтинг ну это то же самое это шанс попадания вот ты где сволочь которая плюется камнями я так понимаю он плюется только после того как сожрет труп да так что он опасен когда есть куча трупов он их жрет и плюется камнями по крайней мере это то как оно выглядит знаю я по всякему кстати я создаю таких же мобов которые здесь летают я по форме не лазил и поэтому я не знаю как тут точно это все работает надо сейчас разобраться вот с этими что то мне подсказывает что дьявола я если даже буду убивать то долго вообще потому что он достаточно дамаговый если я на норме своим новым персонажем его еле убил ну как еле на самом деле один на один этот персонаж не убиваемый достаточно что ну учитывая что у меня нету сильной защиты как у того персонажа то я скорее всего буду умирать ну 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 надо добить всех слабых пробоков всех миньонов все окажется добилось теперь добиваем уникальное целых 3 сразу пропал текст 3 прокачиваем по моему у нас да у нас баф отвалился это это печально возможно из-за этого мы и начинаем умирать по моему если это я активирую то никто не появится да сейчас у нас есть время всех призвать новые бутылки накрафтить этим я сейчас и займусь манна в принципе там постепенно набирается все уже отхиливаться даже отхиливаться не пришлось я не подбираю все эти луки потому что у меня очень много кристаллов и я их могу копировать так что нафиг я считаю тут достаточно большой минус с этими дропами вещей потому что если ну чтобы получить нужное количество кристаллов при этом их не копировать надо достаточно долго чтобы формить боссов ну в том плане что достаточно много заходов делать я такую вещь не люблю это слишком однообразно и неинтересно да что-то вы жесткие я не понимаю там видимо хрень которая которая плюется камнями так это не видим невидимка теперь мы вот эту печать будем открывать надо опять разно суммонить элементарей я надеюсь я достаточно скоро разберусь с этим дьяволу потому что так так то что я видел уже наверное достаточно долго идет а я в принципе сказал все что хотелось так а они за вот этим пытаются вноситься ладно если он убегает то пофиг на него и сейчас еще могу повалить такие кстати достаточно больно бьют благодаря тому что у меня есть обхилл я живу достаточно долго все теперь опять надо хилки крафтить андроидом здесь было достаточно более легко чем сейчас мне столько сейчас будут еще буки но это не те же да еще одни пути ужас там опять эти червяки на самом деле ну пусть все они там сожрут в принципе когда трупов не останется они успокоятся так надо убегать когда я вижу камни так что я принял все пусть они там сожрут без меня свои трупы да где-то где-то вот все где-то где-то Это будет не очень приятно. Я тут уже до конца зашел. Уже все распечатал. Умереть будет неприятно. Потому что в том случае придется перезаходить. Потому что механика подбирания трупа после смерти в медиане мне просто вообще не нравится. Это самое такое, что можно было сделать. Понимаю сам дьявол, но именно медиан, когда ты просто в толпе умираешь, то подобрать тело просто нереально. Потому что у тебя резистов минус 20. Это только на второй сложности. Защиты нихрена нет. Ты идешь, тебя просто толпой убивают. Все, нет у тебя. А, тут рыцари. Сейчас мы с ними разберемся. В принципе, они самые сильные враги, самые слабые враги из всех. Ну, вот эти миньоны, которых нужно убивать перед убийством дьявола. Сейчас я все-таки всех элементарей призову. И будем пытаться убивать дьявола. Не знаю, получится или не получится. Просто попробуем. Кстати, тут глазики. Это я выбил с третьего и с четвертого акта. С ветеранов. Ну, как бы они просто вот попались по пути, когда я прокачивался. Не, вы же видели, я там был... До этого я был 92-м. Когда только закончил играть за нее. И когда начал... Ну, продолжил. Решил с ней что-то сделать. Я был 102-й. Сейчас я уже 106-й. Ой, я могу взять баф на урон. Он мне немножко поможет. На самом деле, не очень. И надо портал открыть. Потому что без него будет совсем плохо. У. Эм. Не думал я о том, что это так трудно на самом деле. Потому что есть персонажи, у которых скиллы... Хоть и сжигает там секунду ману, но при этом у них урон не 4. Ты даже, ну, почти 5000, чуть меньше. Да. Там у них по 100 тысяч урон. И они сжигают всю манну. А тут меньше 5000 максимальный урон. При этом манну уходит за 2 секунды. Ладно. Просто не понимаю я баланс скиллов в этом моде. А есть, например, скилл, который вообще почти манну не ест. Если им пользоваться правильно. И при этом у него урон 100 тысяч. Этого я всего не понимаю. Ладно. Будем тут как-то убивать. Он всех моих миньонов уже убил. Он там еще и кастовать что-то пытается. Как я щелкаю, да, активно. Главное буду вязать, пить хилку. Вязать, пить хилку. В принципе, что мне остается. Когда хилки закончатся. По-моему, он не должен огненный столб вязать, когда я в милишке с ним дерусь. Да, его очень хорошо замедляет миазм. Да, когда я начинаю его просто вот этим скиллом убить, он почему-то по мне и начинает попадать. Ладно. Я его почти добил. Просто, когда считал, заметил, что у меня осталась только одна луна. И я оставил, чтобы можно было спокойно. Как бы сдаться там, ну, не сдаться, а отойти, в общем. Чтобы если он по мне попал, чтобы я мог отхилиться в тот момент, когда я уступаю. Вот в словах вспомнил. Нужное. Так, ну мы, в принципе, по времени мы уже, я думаю, почти час. Сейчас я думал, что на самом деле больше, поэтому я рад, что вот так вот все. Пссс, я забыл. Ладно, главное, я могу сейчас такое сделать. В него зайти как дебил. Случайно. Я просто хотел убить этих мобов. Вместо этого. Вот он, там Сюрикен прям по два летят. Не знаю, какой у него урон, потому что в предмете это не указано. Ну, почему бы и нет, в принципе, не мешают. Они только уличил ДПС. Все, пьем бутылки и убиваем. Его достаточно хорошо замедляет миазм. Ой, че-то больно. Ужас. Че, че эти хрены так больно бьют? У меня же, ну, уже меньше. Став с половиной тысяч. Ну, там 150 тысяч. На стороне у меня много всего. Ну, вот. Так. Тут осталась еще одна хрень, вот эта. Сейчас я ее убью где-то. Вот ты где. Ну, все. 106 уровень. Я думаю, перед убийством балла будет 120. Если я этим персонажем вообще буду убивать баллы, не знаю. Я лучше что-нибудь сделаю с друидом, потому что у него там больше перспектив на высокий ДПС. Потому что мне сейчас интересен именно высокий ДПС, чтобы, ну, как минимум, маг друид, он вообще просто выносит боссов на раз. Он даже на Nightmare просто за пять секунд выносит боссов. Я, скорее всего, и по нему видео сделаю, а так буду такие, как бы, мини-видео делать. Ну, не то чтобы мини-видео, а вот именно по разным персонажам более разнообразные видео будут стараться делать по этому моду. Ну, что соскучился по нему. Ну, это мы все сделали. Это можно... У меня это в сундутке, но можно и продать, в принципе. Ну, вообще лучше разобрать, если вы не умножаете кристаллы. Не умножите их. У меня раньше это было одето, но нет, это было одето у меня на дюкомпе, что на же ладно. Это неважно. Вот, вот этот ток. Тридцать процентов... Нет, не то. А, вот, сто процентов Fire Splash. When you kill an enemy. Вот это очень полезно. Там даже 50% это полезно. При убийстве от врага. А если процент низкий, то это не так полезно. На дальше... Не помню, где тут поезд лежит. А, вот он. Нет, это другое. Это с этого предмета, который из Special Box. Выбитый. Тут где-то... Ну, это вот этот поезд. Тут 10% при убийстве врага. Каменный дождь. 13 уровень. Ну, в общем, это хрень. Ладно. На этом будем заканчивать. Надеюсь, вам приятно спустя долгое время увидеть Median XL. Мне было приятно записать его все долгое время. Кстати, на самом деле игра неплохо детализирована. учитывая, какого оно года. Как бы, если посмотреть на края крепости, там, на комнату. Я просто только что так глянул. Присмотрелся. Тут даже арбалет лежит. Я раньше не присмотрелся к локациям. Зря тут даже скелеты видны. Правда, они зациклены, они одинаково выглядят. Но все равно достаточно классно. Туман движется. Ну, ладно. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, дизлайки. Обязательно напишите в комментариях, ждали ли вы Median и нужно ли еще его записывать. Просто что-то пишите свое мнение. Я обязательно всем отвечу. Все прочитаю. Спасибо за просмотр. С вами был Faust. Всем удачи. Всем пока.